Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Главная тема сегодняшней программы. Среди огней и ангелов с главными героями Деда Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами, танцами и песнями в Бресте зажгли главную городскую красавицу-елку. Старт всем праздничным мероприятиям дал председатель горосполкома Александр Рогачук и заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева. В поместье белорусского Деда Мороза встречают гостей. 250 ребят из всех уголков Брестской области приняли участие в благотворительной акции «Наши дети» с участием председателя облсполкома Юрием Шулейко. Когда зажигаются звезды, пусть и маленькие, это кому-нибудь нужно. Материал Алены Миневича о городском фонарщике, о праздничной иллюминации, о сказке, которая создана в Бресте для брещан. Об этом и о многом другом прямо сейчас в эфире программы «Итоги недели». Искрометность, красочность, большой творческий размах и профессиональный вкус. Все те качества, бесспорно присущи мероприятию, которое накануне стало главной точкой притяжения гаража. Речь о торжественном открытии главной городской елки. Это значит, что до новогодних и рождественских праздников уже осталось совсем немного – 14 дней. Большой праздник, как всегда, собрал на Центральной площади огромное количество брещанных гостей областного центра. Здесь было место искренней радости, веселью и юмору, приятным переживаниям и, конечно же, победе. Победе добра, любви, горячих сердец. Не обошлось и без сюрпризов. Впервые от площади из Бреста выехал рейсовый автобус под номером 77, который свяжет областной центр и его спутник Жабинку. Но обо всем по порядку. Тот, кто не смог побывать на празднике, получит массу эмоций. Необычные кадры попали в объектив очевидцев. По лесным дорогам в гости на главное городское представление уже спешили Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Весьма странное явление, ведь праздник уже приближается. Пока главные новогодние персонажи только спешат на праздник, на главной городской площади уже собираются люди. Их здесь достаточно много. У всех отличное праздничное настроение. Все для того, чтобы торжество состоялось. Праздник к нам приходит. Это в первую очередь торжество для души. А получиться оно может только тогда, когда рядом много таких же открытых к чуду людей. Несмотря ни на какие обстоятельства пожелавших разделить радость события и принять участие в открытии главной городской елки, оказалось очень и очень много. Что их объединяет? Отличное настроение и желание быть причастными к такому событию. Очень круто, атмосфера прекрасная. Просто такое настроение прям под Новый год. Супер, вообще нравится, позитив. А то, что снега нет, это не смущает. Ничего страшного, все еще будет. Все-таки Новый год это сказка, Новый год это чудо, это ожидание праздника, это подарки, это Дед Мороз, Снегурка, исполнение желаний. Здорово. А ты сегодня почему на елку пришел? Я пришел с мамой, она мне подготовила сюрприз, мне очень нравится здесь. Мы всегда посещаем, потому что можно тут увидеть и друзей, ну, каких бывает и гостей города Бреста. Здесь тут, вообще, сейчас, в данный момент, здесь все равно очень много других городов приезжает. Мы уже не работаем дома, а здесь, видишь, люди, как говорится. Ну что, написал, как будем зажигать главную елку Бреста? Сказка готова? Покажи сценарий. Что-то не складывается. Как не складывается? Очередная новогодняя сказка получилась весьма интересной и разноплановой. Из-за того, что ее автор не смог завершить сценарий, приключение стало развиваться по своему сюжету. Оказалось, что главный новогодний персонаж, Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка, попали во власть могущественного колдуна, который заколдовал их в царстве сна. Актерам удалось настолько вжиться в образ, что в первые минуты публика действительно ощутила некоторое волнение и мурашки по спине. Может, пора ноги уносить пока целые? Ты с ума сошла? Какие ноги? Елку нужно зажечь! Явно здесь что-то не так вы чувствуете? Поверила сном! Но автор сказки и его друзья решили не отчаиваться и стали приглашать на помощь тех, у кого горящее сердце и открытая душа. Тех, кто ждет праздника и верит, что чудо произойдет. Масштаб новогодней постановки впечатляет. На импровизированную сцену перед зрителями выходили представители ведущих творческих коллективов города. Своебразный праздник музыки и света нашел отклик в сердце каждого гостя программы. Особенно детей, ведь душа ребенка самая светлая и добрая. Это место, где живут вера, надежда и любовь, которым не страшны никакие преграды. Это же присуще и тем, кто верит в сказку и ждет Новый год. Конечно же, главная городская сцена стала местом встречи самых талантливых брещан. Так перед публикой зажигательно выступила Кристина Васюшка, талантливая финалистка проекта «Ты супер». Таких напористых ребят зло действительно должно обходить стороной. Найду другого, чтобы не плакал, и не обижался, не речится, то ли большая, то ли малая. Не отметится, то ли большая, то ли малая. Тема урока «Металла» продолжила огненное шоу. Волшебная сила огня, его способность очищать известное человечество уже многие годы. В этот вечер на центральной площади города максимальная концентрация улыбок, ярких огней и отличного настроения. Этот праздник настолько хорош, что на него пришли не только брещане, но даже прилетели сами ангелы. Именно они целое тысячелетие стоят на страже нашего замечательного города, охраняя и оберегая его жителей своей неземной силой. И благодаря этому небесному покровительству добро на нашей земле всегда побеждает зло. Дед Мороз и Снегурочка добрались на главную площадь города, а значит и зимняя сказка близится к финалу. Самый ответственный и важный момент волшебной силы передают слово руководителю города Александру Рогачуку. Добрый вечер, дорогие брещане! Вот это чувствуется! И вот кульминационный момент праздника. Люди замерли в ожидании. Мэр города Александр Рогачук, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева и все участники праздничного действия зажигают главную и самую красивую елку Бреста. Сияй! Свети! Гори! И главная елка города загорается светом сотен тысяч огней. Ожидания оправдались, и в этом году она просто шикарная, невероятно красивая. А ее отблески озаряют радостные лица людей. Елка в этом году очень красивая, огоньками пылает. Нету слов. Вообще очень все красиво в этом году, феерично все. Добра, счастья в новом году, исполнение желаний, мечты, чтобы исполнялись. У каждого свое счастье, но чтобы просто сбывались мечты, потому что это то потаенное, что должно сбыться. Все-таки все ждут своего, именно личного. Пускай просто сбываются личные мечты. Как елка вам? Очень красивая, очень мы в восторге. Такой еще не было никогда. В Бресте самые красивые елки. Лучше Бреста нету места. С этим согласна и гостья города, заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. В этот вечер она зажигала сердца брещан своей яркой шоу-программой. Это самый теплый город нашей Беларуси. Я хочу пожелать лишь мира, благополучия всеми, чтобы было единение сердец, чтобы мы были по-настоящему родными, близкими людьми, и чтобы мы ничего в этой жизни не боялись. А мы не боимся. Руководитель города уверенно смотрит в будущее. А вместе с ним и все мы. Я думаю, что 2021 год характерен тем, что мы уже адаптировались к определенным проблемам, которые нам казались абсолютными проблемами. Мы научились лечить, мы научились адаптироваться под ситуацию, мы научились жить в условиях глобальных вызовов мирового уровня. И, как мне кажется, по настроению, которое есть сегодня у брещан, абсолютно у нас все нормально получается. Поэтому, повторюсь, 2022 год будет лучше 2021, я не сомневаюсь. Поэтому с хорошим настроением, с позитивными мыслями брещание заканчивает 2021 год. И я уверен, 2022 год, несмотря ни на какие проблемы, несмотря ни на какие вызовы, будет годом поступательного развития нашего города. Зимние праздники готовят немало сюрпризов, а потому настраивайте свои сердца на волну радости и позитива. Все самое интересное и доброе только начинается, а первый сюрприз уже приготовлен. Очередной изюминкой праздничного вечера станет открытие нового маршрута Брест-Жабенко. Именно этот сказочный волшебный автобус буквально через пару минут отправится в свой первый путь. Пора чудес, пора волшебства. И автобус выглядит, ну, совсем как современные сказочные сани. У него счастливый номер 77, ведь только такое число, по мнению горожан, свяжет транспортными нитями два города – Бреста и его спутник Жабенко. В преддверии праздников открытие нового маршрута стало своеобразным подарком для жителей двух городов. Теперь расстояние в 36 километров. Благодаря новому автобусу они смогут преодолеть примерно за 50 минут, а стоимость проезда будет равна 70 копейкам. С завтрашнего дня, с 18 числа, этот автобус уже будет ходить в регулярном сообщении по утвержденному маршруту и соединит два города. Наш любимый город Брест, наш районный центр, который является по факту городом-спутником Жабенко. Ну, я думаю, что благодаря этому рейсу жители наших городов станут чуточку-чуточку ближе. Отношение наше с городом-спутником – это не отношение богатого и бедного, это не отношение большого и маленького. Это абсолютно равноправные отношения двух регионов, и у нас взаимовыгодный интерес в этом взаимодействии, потому что реально более дешевое жилье, более комфортные социальные услуги в шаговой доступности, возможно, даже где-то экологические нюансы, они все, наверное, в том числе подвигают людей жить вокруг города, понимаете? Это мировой тренд, когда люди, состоявшиеся, состоятельные, выезжают из центра города на окраины. Ну, а куда ехать, как вежать? Поэтому городской маршрут запустили, жилье строим, и почему-то я не сомневаюсь, что нас ждут перейти совместные проекты с нашим городом-спутником, и мы реально наполним ту законодательную базу, которую нам дал глава государства в отношении развития городов-спутника. Волшебный автобус, украшенный множеством ярких огоньков, отправился в свой первый путь в центральной площади города. И вот уже автобус встречают жители города Жабенко, но предновогодние дни наполнены волшебством, а потому чудесным образом из салона автосаней вышли Деды Морозы со снегурочками. Духовой оркестр под управлением главного волшебника Валерия Коваля приветствовал публику зажигательными мелодиями. И опять же, чудесным образом именно здесь и сейчас зажглась главная жабенковская новогодняя красавица Ель. Раз, два, три, елочка, гори! Всех жителей Жабенки со сцены приветствовал руководитель района Вадим Кравчук. Подведение итогов года, огромная благодарность труженикам, предприятиям, организациям, особое почтение и вручение грамот руководителям сельскохозяйственных предприятий, педагогам, врачам, всем горожанам. Вадим Кравчук подчеркнул, что статус города-спутника для всех жителей – возможность выйти на новый уровень. Мы особо готовились к этому празднику. У нас есть своя, конечно же, центральная главная елка, которую мы вместе с вами открыли. А при открытии главной елки все жители Жабенковского района присутствовали именно на открытии первого спутниковского, можем так назвать, автобусного маршрута между Жабенкой и Брестом. Это особое тоже знаковое событие и подтверждение статуса именно города-спутник. Благодаря поддержке главы государства был принят указ еще в 2014 году по развитию отдельных таких направлений, как жилищное строительство и транспортная инфраструктура, которая позволяет применять преференции именно городам-спутникам. В этой связи, что касается жилищного строительства, то нами заложен отдельный квартал, в котором уже в этом году мы сделали инфраструктуру именно коммуникационную, предусмотрели, где будет расположена многоквартирная жилая застройка. Буквально через месяц мы уже начнем закладывать первый девятиэтажный дом, который позволит заселить туда не только жителей Жабенка, а именно и города Бреста. Зажигательные мелодии в исполнении артистов Жабенки, танцы, фееричное фаер-шоу. Не оставили равнодушным никого из присутствующих. Тем более, что открытие елки в таком формате проводится в городе впервые. Очень красиво, очень. Даже не ожидала такого вещи. Вот мы с внучкой пришли, очень красиво. В первую очередь это здоровье, счастье, любви. Всего хорошего. Ощущение праздника есть. Спасибо огромное, что такой сегодня у нас праздник. Так сказать, подбодрил немножко. Уже можно готовиться и дома, елочку наряжать. У нас в этом году все нормально, все хорошо. Дети здоровы, город оживляют. Все прекрасно. Самое главное здоровье, потому что в этой пандемии все очень сложно. А так, пусть будут все живы. Хочется пожелать, конечно, всем здоровья, чтобы родные и близкие всегда были рядом, чтобы долго жили. И всего самого доброго, хорошего, что только есть. Хорошего настроения всем, праздничного. С Новым Годом всех, с Новым счастьем всех. Мне очень понравился этот праздник. Тут очень весело и много всяких развлечений. Поздравляю с Новым Годом. Желаю счастья, здоровья. Ну и чтобы было счастье в доме. Хочу пожелать, конечно же, это исполнение тех желаний, которые не обязательно загадают в бой курантов. Будем надеяться, и мы уверены в этом даже, в 2022 году они исполнятся. Мира, добра, уюта, благополучия. И чтобы каждый жопенковец, не побоюсь этого слова, сделал так, чтобы наш жопенковский район был самым комфортным, самым уютным и самым привлекательным районом в Брестской области, в Республике Беларусь, а может даже и на международном уровне. Специальный репортаж для всех зрителей подготовили корреспонденты БУК-ТВ. Да, приближается время новогоднего волшебства и сказки. И каждый из нас уже на протяжении нескольких дней живет в ожидании настоящих чудес, которые восхищают, удивляют и помогают укунуться в мир волшебства. Новогодних торжеств очень ждут взрослые, но больше всего, конечно же, их ждут дети. И нельзя найти место более подходящего для создания праздничного, волшебного настроения и для осуществления самых сокровенных желаний, чем поместье белорусского Деда Мороза. Именно здесь, в Беловежской пуще, собралось порядка 250 ребят, чтобы торжественно зажечь главную елку Брещины. Правда, открывали зеленую красавицу дети не одни. Помогали им в этом непростом деле не только сказочные персонажи, но и руководитель региона Юрий Шулейко. О том, как это было, смотрите прямо сейчас. Вот так дружно и задорно начался волшебный праздник в сказочном поместье Дедушки Мороза. Большой хоровод объединил детей из всех уголков Брещина. Это порядка 250 мальчишек и девчонок. Здесь победители различных олимпиад и конкурсов, участники творческих коллективов, дети из неполных и многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды. И всем им, без исключения, было очень важно и почетно получить чуточку волшебства и сказки в преддверии новогодних праздников. Делить внимание каждому ребенку надо в принципе всегда, каждый день, каждый год, и не надо для этого особых праздников. Но в новом году мы действительно в надежде на то, что в новом году будет что-то лучшее. Все, и взрослые, и дети. И это лучшее всегда впереди. Мы его ждем. И никто не остался в стороне. Зажигательные песни и танцы, веселые игры и загадки объединили всех ребят. Положительных эмоций детям добавило и искреннее поздравление руководителя региона Юрия Шулейко. У меня есть такая возможность первыми вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам здоровья, хорошей учебы, уважения к родителям, к нашей дорогой стране, которая может сегодня столько внимания уделять детям, растить их от маленького до взрослого уже жителя республики. Я хочу, чтобы ваше сегодняшнее настроение и настроение в преддверии праздника было самым сказочным, самым добрым, самым любимым в ожидании этого чуда. А что-то ждать оставалось совсем недолго. Встреча с самым главным сказочным персонажем, символом торжества, с Дедушкой Морозом должна была произойти вот-вот. Нужно было только сказать заветные слова и сказочные ворота распахнуться. «Стражники, стражники, пропустите нас, пожалуйста!» Ворота Продина и сказка началась, ведь из своего по-волшебному украшенного дома навстречу гостям вышел Дед Мороз со Снегурочкой. «Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, уважаемый Юрий Виторович! Рады вас видеть у себя в гостях в этом удивительном волшебном лесу, где живут чудеса и рождаются сказки». И Дедушка Мороз не обманул. Здесь действительно живут чудеса и рождаются сказки. В Большом поместье расположено множество волшебных локаций, каждая со своей историей. Вот мельница, которая перемалывает все плохое, а вот полянка с 12 месяцами, где можно загадать заветное желание. А чуть дальше самое волшебное место – многовековая ель, украшенная множеством ярких огней. В «Веселом хороводе» возле «Зеленой красавицы» загружились дети и взрослые. Руководитель Брестской области тоже не остался в стороне. Но и на этом праздник для ребят не закончился. Глава региона Юрий Шулейко вручал детям новогодние подарки. Дыряем тем самым не только множество конфет, но и такое же количество радостных воспоминаний об этом празднике. Наша страна живет детьми, заботой о жизни, о социальной сфере. Но дети – это наше будущее, поэтому все начинается с них. Вот эта прекрасная елка, которая существует многие тысячелетия традиции в Новый год поздравлять друг друга и поздравлять детей – это, наверное, самое священное и чистое, которое должен сделать взрослый человек, чтобы та мечта, те задумки, те ночные мысли, те записочки Деда Мороза, они рано или поздно сбылись. У меня сбылись через 40 лет. 10 лет я мечтал побывать в Беловежской пущей. Вот у меня за 50 я в ней побывал. Искренней радостью от посещения Беловежской пущей, от встречи со сказочными персонажами и от подарков делились дети. Мне интересно тут и весело. Мне очень понравилось, нас очень много выводили, много кого уже видели, разных внучек Деда Мороза, его дочек. Очень все понравилось, очень все классно. Нас развлекают как могут. Мне все понравилось. С Новым годом! Я здесь была уже несколько раз, и каждый раз меняется программа, очень интересно, забавно. Новые герои появляются, новые объекты, очень интересно. Конечно, разнообразие локаций, яркие персонажи и насыщенная программа не могла никого оставить равнодушным. Но управлял этим праздником Дедушка Мороз, который не только смог устроить интересное представление, но и искренне поздравить всех белорусов. Я хочу, чтобы в наступающем Новом году каждый житель Беларуси был счастлив, чтобы в дом приходила только радость, чтобы дом был полной чашей, в нем жила любовь, мир и согласие. Пусть, если кому-то в наступающем Новом году уготованы перемены, они случаются только к хорошему. Будьте здоровы и счастливы, дорогие белорусы. С наступающим вас Новым годом! Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном. Последний месяц уходящего года – самое подходящее время, чтобы подвести итоги. В это время можно и нужно оглянуться назад, чтобы понять, что удалось сделать, а где необходимо еще доработать и исправить. Сейчас итоги 2021-го подводят руководители большинства городских предприятий и организаций, в их числе те, что входят в структуру жилищно-коммунального хозяйства областного центра. В 2021-м им удалось многого достигнуть. Они проводили модернизацию городских улиц, прокладывали новые подземные коммуникации, активно занимались вопросами озеленения и благоустройства. Список можно продолжать очень долго, ведь спектр их работы весьма многопланов. Нашей съемочной группе удалось поговорить с генеральным директором ЖКХ города Юрием Климаховичем и узнать об итогах работы и планах на 2021 год из первых уст. Все подробности в нашем следующем материале выпуска. Подводя итоги уходящего 2021 года, невольно вспоминаешь, сколь много было сделано специалистами жилищно-коммунального хозяйства. Особенно хорошо потрудились специалисты Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. В этом году они работали буквально не покладая рук. За год модернизацию пережило большое количество городских улиц. Произведено сплошное асфальтирование порядка 15 километров дорог. Осуществлен ямочный ремонт уличной дорожной сети, более 29 тысяч квадратных метров. Кроме того, была выполнена замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия 11 дворов. Цифры немалые, но еще есть к чему стремиться. В этом году была проделана огромная работа по сплошному асфальтированию наших городских территорий, городских улиц. Порядка 116 тысяч квадратных метров асфальтобетонной смеси мы уложили на дороги общего пользования города Бреста. В целом, хотелось бы сказать, что город требует гораздо больше. Мы планируем в следующем году продолжить эту работу и, я думаю, что не в меньших масштабах, чем в этом году, произвести асфальтирование дорог города Бреста. Но не только ремонтом дорожных артерий были заняты специалисты. В этом году в Бресте на семи перекрестках с интенсивным движением установили умные светофоры, оснащенные автоматизированной системой управления дорожным движением. Стоит отметить, что данное нововведение имеет достаточно много преимуществ. Главное из них – снижение выбросов выхлопных газов в атмосферу во время простоев в пробках, а также улучшение городской логистики. За 2021 год удалось улучшить жизнь не только водителям, но и Брещанам в целом. Благодаря последовательной работе специалистов Брестского котельного хозяйства и проведению комплекса ремонтно-подготовительных работ, город, а точнее его жители, практически не имеют проблем в обеспечении надежной работы инженерных тепловых сетей. В этом году была произведена замена более чем 13 километров коммуникаций. Хотелось бы сказать еще, что у нас есть водоканал. Предприятие Брест, можно сказать, не единственное, но входит в число лидеров, которые, скажем так, выполняют тоже одну из программ – это обеспечение 100% населения питьевой водой. На сегодняшний день город Брест добился этого показателя, и мы ежегодно тоже меняем порядка 4,5 тысяч метров погонных в это водопровода и канализационных труб, тоже приблизительно такое же количество. В следующем году тоже будет это продолжаться, тоже в рамках программы «Комфортное жилье». Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021-2025 годы реализовывалась основательно. Сюда вошли работы и по приобретению заменили в ТОВ, совершенствованию системы обращения с коммунальными отходами, а также благоустройство территорий. Стоит отметить, что вопросами озеленения традиционно занимались сотрудники предприятия коммунальники, результаты их работы впечатляют. За год они посадили 22 тысячи деревьев, высадили порядка 7 тысяч кустарников и более 530 тысяч цветов. Озелененность города Бреста у нас возрастает, скажем так, это тоже есть доведенный показатель, он должен быть не менее 40%, у нас Брест, я насколько знаю, 45%, то есть мы как бы этот показатель выполняем. В этом году, в отличие от прошлого года, мы высадили тюльпаны. Немного, конечно, было высажено порядка 30 тысяч, но самые основные цветники, которые будут нас радовать сразу после наступления положительных температур, после схода снега и наступления положительных температур. К слову, в зимний период работы у специалистов жилищно-коммунального хозяйства ничуть не убавилось. Город приливается сотнями огней и красок, интересные иллюминации, сказочные арт-объекты, фотозоны, аттракционы. Им удалось создать настоящую сказку. Предлагаем озеленять город и дальше, чтобы поддерживать, скажем так, звание города Бреста, как самого зеленого и самого красивого города. Поэтому будем продолжать дальше работу, производить озеленение. Будем уделять больше внимания санитарной уборке, санитарной очистке, чтобы действительно город был более комфортный для проживания наших людей, для наших гостей. Значит, будем заниматься установкой дальше заглубленных контейнеров. Будем пытаться обновлять вот у нас парк культуры и отдыха. Будем пытаться еще закупить один аттракцион. Он мы в этом году закупили. Вот на сегодняшний момент он установлен у нас на площади Лениной. Будет радовать гостей, детей и жителей нашего города. Да, планов у специалистов жилищно-коммунального хозяйства еще много и очень хочется, чтобы все они были реализованы. К другим темам. С детства у многих поколений новогодние рождественские праздники неизменно вызывают ассоциацию с подарками, ароматами мандаринов и лесной красавицей-елкой. Именно она является главной героиней домашнего праздника в каждой семье и на масштабных торжествах. Уже сегодня в Бресте начали свою работу елочные базары. Ну а где выращиваются главные праздничные деревья, как определяется их готовность к продаже и сколько они стоят, узнавала Людмила Логодич. Если вы думаете, что Нового года и Рождества ждут только люди, значит вы никогда не были здесь, на делянке Брестского лесхоза. Каждая из этих 9 тысяч елей была выращена только для того, чтобы украсить собой праздник жителей Бреста и Брестского региона. Но чтобы попасть на зимние торжества, каждая из лесных красавиц долгие годы росла и набирала силу. Всё это время за деревьями наблюдали и ухаживали. Производился учёт их состояния. Теперь настала пора собираться на праздник. Работники Брестского лесхоза умело управляются с кусторезами. Эта плантация у нас создана в 2016 году. Площадь её 2 гектара. Ухаживали за ней уже на второй год после посадки. То есть вырезаем неблагоприятные берёзы, осина. Проводится инвентаризация и уже по данным инвентаризации получается количество, которое готово к реализации. Все подряд они не режутся. Убираются более такие, которые не стыдно поставить, чтобы глаз радовал. Деревья отличаются по размеру, окрасу и пышности. Ведь среди ёлок есть свои карлики и великаны. Оптимальный возраст дерева для заготовки на продажу от 5 до 7 лет. Возраст ели определяется по количеству вот таких ярусов. Чем их больше, тем дерево старше. Ну а цвет хвои зависит от качества почвы. Чем она ценнее, тем хвоя темнее. Но яркий цвет не единственное преимущество. На лесной плантации просто невообразимая концентрация хвойного аромата, который, согласно исследованиям, обладает мощным противотревожным эффектом и способностью очищать воздух от болезнетворных бактерий. Поэтому лесная красавица у вас дома на период зимних праздников не только радует глаз и придаёт праздничную атмосферу, но и лечит. А это ещё один аргумент для её покупки. Брестский лесхоз проводит реализацию новогодних деревьев в городе Бресте на двух точках. Первая – это улица Кобринская, 53, непосредственно в районе лесхоза. И вторая точка – это улица Гоголя, пересечение Скуйбышева. Планируем реализовать на этих двух точках около 300 тысяч новогодних деревьев. Также в реализацию поступят и новогодние букеты, а также любимые ёлки в катках. Что касается цен, ёлочка до метра горожанам обойдётся в 9 рублей, от метра до двух – 11 рублей и от двух до трёх метров – 13 рублей. Букеты новогодние будут по 5 рублей и ёлки в катках до метра – 30 рублей, свыше метра – 40 рублей. Эти пушистые ароматные красавицы уже ждут брещан. Ну а тех, кто подумывает срубить ёлочку незаконно, ждут штрафы. Хочу незаконных лесорубов предупредить. Штрафы очень огромные. Для физических лиц они составят до 30 базовых величин, для индивидуальных предпринимателей до 200 базовых величин и для юридических лиц до 300 базовых величин. Для этого у нас расстановлены в лесном фонде фотоловушки, ведётся фото-видеофиксация и дополнительно образованы рейдовые группы совместно с органами МВД. Под Новый год не стоит создавать себе проблемы. Лучше купить дерево. Живой продукции хватит на всех, ведь только за день срезается почти 700 деревьев. Ну что ж, сегодня проделана большая работа. Осталось погрузить ёлочки в кузов машины и отсюда они отправятся прямо на торговые точки Бреста. И вот лесные красавицы прибыли на ёлочный базар Бреста. И с самого утра началась бойкая торговля. Совсем скоро каждая из них подарит свой неповторимый аромат и ощущение праздника детям и взрослым. Ждать осталось недолго. Абсолютно каждый город красив по-своему. Каждый имеет свою уникальную архитектуру, исторические места. Каждый имеет свои традиции. Задумывались ли вы, что же является одной из визитных карточек самого западного в стране города, нашего Бреста? Конечно, это старинная традиция, возрожденная в областном центре 12 лет назад. Зажжение городским фонарщиком на главной пешеходной улице керосиновых фонарей. В эпоху вездесущего электрического уличного освещения, включающегося централизованно, это события каждый день вызывают бурю эмоций у изумленной публики. А в предновогодние дни эта традиция наполняет город сказкой, горящей тысячами огоньков изумительной иллюминации. Они дарят людям свет и надежду на счастье и удачу. Ведь когда зажигаются звезды, пусть и маленькие, это кому-нибудь нужно. Именно так, абсолютно каждый вечер, когда на небе начинают зажигаться звезды и на город опускаются сумерки, на улице Советской появляется уникальный персонаж. То ли из прошлого, то ли из настоящего. Это фонарщик, зовут его Виктор Петрович Кирисюк. Вот уже 12 лет, и за дня в день, без выходных, праздников и больничных, он несет некий романтизм, эстетику и даже некоторого рода уют в нашу обыденность. Зажигая один за одним керосиновые фонари на закате и погашая их на восходе солнца. Он словно вышел из старой книги «Зажигальщик» с лестницей в руках, переходящий от фонаря к фонарю и приковывающий к себе взгляды прохожих. Я вот работаю уже 12,5 лет. Ну вот как 12,5 лет назад было, люди с радостью приходили, и так и продолжается. Приносишь людям как бы радость, тепло, удачи им желаешь, всего наилучшего. Ну, как бы с этими чувствами приятнее выходить. Чудесная традиция зажигания фонарей носит еще и волшебный характер. Если хотите, чтобы исполнилось ваше сокровенное желание, в следующий раз при встрече с фонарщиком прикоснитесь к пуговкам его рабочей формы. Такая вот славная, полюбившаяся всем традиция. Да-да, именно так. Одно лишь прикосновение гарантирует счастливый исход событий. Горожане и гости города не упускают такую возможность. Все с трепетом ждут появления фонарщика на улице Советской. Это всегда маленький праздник. Есть такое старинное поверье, это не я придумал и всем говорю. Человек, который дарит людям свет, он приносит счастье и удачу. Поэтому надо верить. Человек без веры не должен жить. Надо во что-то верить. Люди радуются, улыбаются, едут за желаниями. Некоторые приезжают с детками на руках, говорят, вот мы загадали два года назад вот это желание. Их сбылось, они так и благодарить приезжают. Мне это все нравится, вот теперь привезла внука посмотреть обязательно это все. Это нужно, обязательно. И не только нам, чтобы бередить наши воспоминания. Это нужно детям. Вот он тоже с удовольствием с таким, вот у него глаза такие горят, что вот он с фонарщиком сфотографировался. Красиво мне понравилось. Я никогда не видел фонарщика, очень было красиво. Я считаю, что это, наверное, единственный у вас город, где еще есть фонарщик такой, который делает. Детям очень интересно. Мы видели только по телевизору вот такое. А сейчас воочию увидели. Очень завораживающе. Возвращаясь к словам мудрого брестского фонарщика, человек без веры жить не должен. Надо во что-то верить. И это действительно так. Нам надо во что-то верить. Источник веры каждый выбирает сам для себя. Кто-то верит в Бога, кто-то в высший разум, а кто-то в Деда Мороза и новогодние чудеса. Именно в эти волшебные дни, горящие всеми красками, искрящиеся как шампанское, по-настоящему сказочная атмосфера, действительно располагает верить во что-то невероятное. Верить в счастье. У каждого оно свое. Но провожая старый год со всеми его радостями и печалями, мы мечтаем, мы надеемся, мы верим в то, что следующий год будет лучше. Пусть так и случится. Пусть каждому он принесет только его. То самое. Заветное. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин